Друзья, всем привет! С вами Катя Кларк, и вы на канале Жена Канадца. Сегодня из леса, вестима, поговорим с вами на такую тему, как тема грузоперевозок. Бизнес грузоперевозок. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Я дам очень много полезной информации, почему я решила поговорить сегодня на такую тему. Потому что очень много ребят и девчат, между прочим, которые хотят открыть этот бизнес, начать этот бизнес не только как водители, но и как владельцы траков. Так как я являюсь, я и мой муж владельцем трака, мы прошли этот тернистый путь и продолжаем по нему идти, сцепив зубы. Поэтому я считаю, что это видео может оказаться очень полезным тем, кто хочет начать этот бизнес в Северной Америке и в Канаде в частности. Ну или в США, потому что все одно и то же. Поэтому досмотрите это видео до конца. Ребята, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, потому что вам не сложно, а мне приятно, и Ютуб начнет продвигать мое видео. Спасибо вам большое за поддержку, за комментарии. И вот на фоне такой красивой природы леса мы находимся, между прочим, в Торонто. Это район Торнхилл. Мы с вами и поговорим. Так что оставайтесь со мной, я беру вас вместе со мной в это увлекательное путешествие, рассказ о грузоперевозках. Погнали. Что случилось, Хан? Что случилось? Я просто на телефон. Не, ты просто говоришь, 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 говоришь. Потому что я продолжаю поставить на hold, и я должна позвониться. Моя любовь, страшно, да? Ты хочешь мне позвониться? Я уже позвонился, но я просто на hold. Like, I have been for the last 20 минут. Это мой второй раз я called these people. Have you been in the court, yeah? Yeah. What it says? I gotta pay $30, even though I called in. I exceeded the amount of times I was allowed to park in the personal park. But you showed the number, yeah? From the Rogers end. It doesn't matter. Yeah, can I get the extension 46036, please? Thank you. Хан попросил чай. Он так редко пьет чай. Я ему говорю, с заменителем сахара. Он говорит, нет. С сахаром. Ну вот, а вы говорите. Вот у него есть заменитель сахара, ребята. Вот, видите? Все есть. Джордж был сегодня в суде по поводу тикетов, что ему давали за стоянку здесь у нас, когда он ставил еще давно-давно. Все показали, что мы позвонили, сказали, что стоянка будет зафиксирована на ночь. И все равно 30 долларов репили. Сейчас буду платить онлайн. Ужас с этими штрафами, конечно. Yes? Of course. Here. Попросил мой телефон. Who you wanna call? Do it. Ah? Truck parks. Simple. But who you wanna pay? We don't have money. Well, dear. I told you before. Trucks aren't cheap. When they go, they go. And they're expensive to fix. So we have to return the truck, because we don't have this money. Who is the best husband in the world? I told you, who is the best husband in the world? He said, I don't know. You know. You, my love. Very hot. No. Сейчас мы едем с вами в парк. Я забросила модем. У нас модем старый был от нашей сотовой компании. Забросила на почту. Бесплатно ничего не платила. Уже все было включено в отправку. Ну, сотовой компании. Вот. Сейчас мы едем в парк. Я хочу в Торнхилл. Это русско-еврейский район. Хочу посидеть в парке, поболтать с вами. Рассказать вам что-то интересненькое. Так что далеко не уходите. Я вас беру с собой на прогулку. Еду в какой-то новый парк. Вот. Ни разу там не была. На самом деле просто тыкнула в вейс. Там такой-то парк в Торнхилл. Сама не знаю. Посмотрим вместе с вами. Ребят, сейчас 7 часов вечера. 27 градусов показывает на дисплее. Вы можете себе представить. Приехали. Сейчас беру свои бебихи. Стульчик. Ой, ребят, какой запах. Кстати, помните, я вам говорила, что, по-моему, Джорджа я выкинула кошелек в Салавейшн Армии. Я только приготовила. Хорошо, что я не выкинула. И штаны свои какие-то летние тоже оставлю, пока не купила. Ну что, берем стульчик. Я как бабушка. Ребят, хочу сказать, что я, конечно, никого не учу. Но кто смотрит мои видео, видят. То есть я передаю, так сказать, из первых уст в прямом эфире о наших страданиях, о наших страгл, о нашей борьбе. Все, что происходит в этом нелегком бизнесе. Ну, начну, да, с самого начала. Мой муж занимался этим бизнесом, ну, практически большую половину своей жизни. Когда мы с ним познакомились, у него был бизнес переработки пластика, recycling business. А до этого он 30 лет занимался грузоперевозками. Он работал диспетчером. Потом у него была своя компания. Там было, не соврать, 8 или 10 траков. На него работали водители. И потом, с истечением какого-то времени, он решил закрыть этот бизнес через много лет. В связи с тем, что грузовики ломались. У него много грузовиков было юзанных. Ну, не новых. Поэтому и потом ему просто перестало быть интересным. Даже он закрыл не потому, что они там ломались. Просто он потерял интерес и решил заняться переработкой пластика. Мне почему-то, когда он мне рассказывал это все о себе, потом, когда его пластиковый бизнес начал накрываться, я говорю, ну что? А, я ему говорила, слушай, а какой доход в грузоперевозку? Он говорит, доход очень хороший, но this business burn you out. Burning you out. То есть бизнес тебя сжигает изнутри. Он говорит, ты должен быть на связи с диспетчерами, со всеми. То есть бизнес очень-очень нервный. Вы мне скажете, что любой бизнес нервный. Нет, ребята, мои котики, не любой. А я же вижу, например, да, там другие какие-то у меня. Папа тоже занимается бизнесом, занимался и сейчас не занимается, но занимается тоже бизнесом, я же вижу. Вот. Поэтому что я хочу сказать? Бизнес очень доходный. Что-то я сижу какая-то как горбатая. Но ребята, которые смотрят вот этих блогеров, да, я не говорю, что они говорят неправду. Но я хотела бы открыть этот бизнес, показать, как он работает и на самом деле, что вас ожидает. Потому что мы, даже мой муж, который был 30 лет в этом бизнесе, то, что случилось с нами, мы оказались абсолютно неготовы и неподготовленные. Когда пластиковый бизнес его переработки начал загибаться, я говорю, ну что, будем покупать грузовик? Он говорит, как? Я не хочу возвращаться в этот бизнес. Я говорю, ну, давай думать что-то другое. Он говорит, может быть, открыть кофейню или что-то. Я говорю, мы ничего не знаем. Или какую-то франшизу. Но потом, он говорит, ну, хотя то, чем я умею заниматься, это пластик и грузоперевозки. Он говорит, больше я ничего не знаю. Но он еще плотничает очень хорошо. Он в свое время, когда был молодым, построил дом. Да, но это тема для отдельного видео. Так вот, мы решили, значит, приобрести трак. Мы купили трак, который был, ему было 7 месяцев. Фрейдлендер в Каскаде. Трак мы купили за 160 тысяч. Даунпеймент. Ну, первый платеж я внесла то ли 28, то ли 30, просто не помню. Такие суммы. Вот, и, значит, прежде чем купить, естественно, трак, я говорю, ну, какой можно ожидать доход? Он все подсчитывает. Ребята, я говорю, если человек был в этом бизнесе 30 лет, он был изнутри. Он сам владел траками. Он был диспетчером. Он знал, когда ты диспетчеришь траки, ты их курируешь, ты знаешь, сколько бензина тратит, дизеля. На такой-то километраж, туда-сюда. То есть он все это знал, систему изнутри. И, тем не менее, мы попали. Ребята, муж посидел у меня, но он так был седой. Просто он ненавидит этот трак. Он его возненавидел. Вообще, когда мы покупали, он говорил, что мы хотели взять еще и второй, и третий трак. Но после того, через что нам пришлось пройти, он говорит, ненавижу, о каком втором траке не может быть просто и речи. Почему мы трак, вы спросите, не вернули? Ну, во-первых, потому что вернуть трак – это практически невозможно. Мы его взяли в лис. Но лис такой, что после того, как мы его выплатим через 4 года, трак достается нам. А, во-первых, чтобы вернуть трак, ты все равно должен за него продолжать платить. То есть, пока компания, в которую ты возвращаешь этот трак, его не продаст, или ты можешь продать его сам, продавай его сам. Но пока ты его не продал, ты также должен будешь за него выплачивать. И вообще, он его не вернул только из-за меня. Потому что, то есть, если бы он мог просто вернуть, сказать, все, нет денег у меня за него платить, тогда бы он declare bankruptcy, тогда бы он объявлял банкротство. Кстати, у моего мужа никогда банкротства не было. Но, так как мы ждем моих документов, и если бы он заявил о банкротстве, то я бы не смогла получить документы. То есть, в принципе, благодаря мне и, в общем-то, моему упорству, я говорю, давай не вернем, давай не вернем, не будем возвращать трак. Когда начались проблемы, в общем, история так, купили мы трак. И, во-первых, он был не готов, тут три года назад начались такие, ввели такие правила. То есть, опять же, он ничего об этом не знал. Вы понимаете, это человек был в этом бизнесе изнутри. То есть, ты не имеешь права, если у тебя нет водительского удостоверения именно водителя грузовика, ты не можешь приобрести страховку на трак. Вы понимаете, в чем дело? Нет, теоретически он может, но эта страховка будет стоить таких бешеных денег, что никакой доход вообще будет невыгоден. То есть, соответственно, ты должен искать водителя, заключать договор с компанией, и компания, которая может обеспечить страховкой твой грузовик, через нее будет ездить компания, которая будет обеспечивать грузами. Вот это первое, с чем мы столкнулись, когда он узнал, что он не может купить страховку на наш грузовик. Это первый момент. Второй момент. Поиск водителей. Ребят он тоже не ожидал. Индийское комьюнити обложило со всех сторон грузоперевозки. То есть, они просто привозили... А, еще почему здесь так возросли страховки? Потому что индусы, ребята, привозили своих родственников, братьев, сватьев, и у них были какие-то левые документы, они совершали очень много аварий. Вот, очень трудно было найти водителя. Мы разместили объявления, разместило 10 или 20 объявлений. То есть, все, писали опыт 3 года. То есть, люди просто не читают объявлений. Первого водителя... Трак мы купили в октябре 2019 года. Первого водителя мы нашли в марте или в феврале только 2020 года. Это был мексиканец, который на стак... То есть, договоренность была, я сейчас не помню сколько, 60 центов за милю. Мы нашли компанию, через которую мы будем возить трак. Тоже был индус-владелец. То есть, когда этот мексиканец поехал в поездку, он вдруг позвонил и говорит, а я хочу 70 долларов за цента. И за дополнительные, когда ты берешь грузы и забираешь грузы, договоренность была платить 30 долларов. Он говорит, я хочу, во-первых, 100 долларов. Если нет, я просто сейчас закрываю... Это он позвонил из Штатов. Просто бандит, чисто бандит. Вот, он позвонил из Штатов и говорит, или я бросаю трак, или ты мне платишь 70 долларов. Просто начал шантажировать. Джордж ему говорит. Ах ты, бать. Он говорит, хорошо, я тебе заплачу. В общем, он привез этот груз. Он сделал две поездки. Слушайте дальше. Дальше у нас начались проблемы. То есть, когда он приехал, и когда пришло время выплат, как работает система? То есть, компания, через которую у тебя... Ребята, внимательно, кто хочет заниматься этим бизнесом. Как работает система? Компания. Когда ты начинаешь, заключаешь договор с компанией, через которую ты упускаешь свой трак, естественно, она обеспечивает страховкой и номерными знаками. Это всё стоит денег. Номерные знаки, то есть, кстати, на легковые машины, на грузовики, даются на год. То есть, ты платишь за год. Неважно, сколько ты проездил, месяц или два, ты платишь за год за номерные знаки. Это всё обеспечивает тебе компания, через которую ездит грузовик. Ты можешь... Я, кстати, читала, если, например, больше ты не хочешь пользоваться этими номерами, ты можешь их вернуть в Министерство транспорта. Но я не знаю, как это работает. Естественно, компании, у которых много грузовиков, могут этими номерами, наверное, обеспечить другой грузовик. Но это я точно не знаю. Вот, то есть, как обычно происходит расчёт. Вот пустил ты договор, сделал договор. Вот, например, в месяц страховка... То есть, страховка платится... То есть, ты платишь за год. То есть, владелец этой компании вынимает из своего кармана, платит за год. Дальше, ежемесячно он платит за страховку и разбивает сумму, которую он заплатил за год за номера. То есть, ежемесячно с тебя это всё взимает. То есть, он разбивает на 12 месяцев страховку и номерные знаки. Что сделает индус? Когда пришло время выплат? А, он долго не мог найти нам грузов. И Джордж уже начал с ним ругаться до того, как этот мексиканец поехал в поездку. Он ему говорил, я заберу грузовик. То есть, этот индус уже чуял жопой, что мы грузовик заберём от него. Естественно, когда пришло время выплат, мы должны были получить приличную сумму. Знаете, что он сделал? Он просто за эти две недели он ухнул с нас, вычел годовую сумму страховки и годовую сумму нет, страховки он вычел не годовую, он просто вычел всю и годовую сумму за оплату номеров. Представляете, так никто не делает. Даже когда я позвонила папе, я говорю, пап, подсчитай, почему мы в минусе? Он говорит, а почему с вас вычли? Так никто не делает. Разбивается. Разбивается понедельно, разбивается на каждую поездку, разбивается помесячно. Он просто знал, он просто знал, что мы можем от него уйти и просто вычинал, ухнул с нас всю эту сумму, чтобы держать нас, понимаете, чтобы нам было невыгодно от него уходить. Тем не менее, мы попали. Там еще он нас пытался обмануть с бензином. Тем не менее, мы ушли в минус. Мы ушли в минус 500 долларов. Мало того, что мы ничего не получили, потому что все это пошло в счет страховки и в счет номерных знаков. Дальше машина у нас стала на прикол. И потом мы нашли этого русского парня, через который полтора года у нас ездила машина, кто смотрит мои видео. Русский парень Слава. Естественно, он обещал нам доход. Он показал Джорджу документы, сколько зарабатывают его владельцы траков. И там получалось где-то 4 тысячи долларов в месяц. Уже после всех выплат. После выплат 3,260, что мы платим за грузовик ежемесячно. Естественно, этих сумм не приходило. Потом, ребята, когда через год я подсчитала весь доход, что он нам платил, все суммы, которые мы выплатили, мы не то, что не были в наживе. Мы ушли в минус то ли тысячи, то ли две тысячи долларов. Вот. Дальше. По поводу ремонта грузовика. Все-таки еще такая... Поэтому нужно найти, чтобы найти компанию, которая будет приносить доход. Ребята, они вам могут говорить, они могут петь песни, они могут показывать бумаги. Но пока вы не пустите трак свой на линию, вы не увидите. Поэтому вы говорите, почему вы лоханулись? Да не лоханулись мы. Пока ты не увидишь, что грузовик ездит и какой он тебе доход приносит или минус, вы не увидите это. На бумаге это невозможно. Он тебе покажет бумагу. Но там столько всяких нюансов. Вот. Дальше. Вот то, что сегодня произошло, трак сломался. Как он распсиховался? Он говорит, трак... Нет, ну он не распсиховался, а я ему спокойно говорю, давай тогда возвращать трак. На самом деле, за все время, что у нас грузовик, он сломался первый раз. Нет, вру, до этого была аварийка сломана, мы заплатили аварийный сигнал. И до этого, когда у нас работал китайц, кто-то насыпал дерьма в бензобак. Эту историю, знаете, но я повторюсь, кто-то насыпал просто земли. И трак встал. И мы заплатили кругленькую сумму. Но это опять не поломка, это был саботаж. Кто-то просто навредил. Или китаец кого-то подрезал. Или кто-то из водителей этого славы, просто как конкурент. Просто чтобы наш трак встал на прикол, а он получил заказ. Вот такие пидорасы. Понимаете? Вот. То есть, это была поломка, которая не была связана. Ребята, я повторюсь, вот сегодня то, что произошло с нашим траком, но Джордж сказал, что мы можем потерпеть два месяца и потом заплатить. То есть, ремонт нам выйдет где-то в 2400. Но пока слава богу, что трак может работать. То есть, в принципе, так вот по-хорошему, положа руку на сердце, за полтора года это первая поломка. Вторая поломка и форвый флашес, и аварийка. То, что накидали в бензобак, это уже, знаете, как это, если бы тебе разбили, это уже не связано. Ребята, это траку полтора года, около двух лет. Я не знаю, как ребята, я Джорджу говорю, а как люди покупают юзанные траки, которым 5 лет, 10, как они могут, они не вылезают из ремонтов. Поэтому имейте в виду, что если ваш трак встал на прикол, вы должны, то есть, все, у вас нету дохода. Вот такие вот дела. Поэтому, ребята, найти водителя, я же вижу, как некоторые там, да, кто смотрит других блогеров, как они мучаются найти водителя, это практически невозможно, который не будет выпендриваться, не будет выебываться, а будет просто работать. Мексиканец нас подставил, китаец тоже нас подставил, который проработал у нас чуть меньше, меньше года, и только последний, третий водитель, вот этот вот молодой парень, он сделал нам, он нормально работал, без всяких выпендрежев. Хотя, у мексиканца был большой стаж, 15 лет, и у китайца 20 лет, вот говорят, нужно найти водителя со стажем, да нужно найти водителя, который работать хочет. А у этого последнего парня, который нормально, порядочный парень, у него был стаж всего 11 месяцев. Вы понимаете, вот вам, пожалуйста, 11 месяцев у парня прекрасно все выполнял, говорил все, что ему нужно, выполнял все, что ему давали, какие задания, а эти два гандона, они, например, одного 20 лет стаж, у другого тоже, по-моему, 15 лет, вот вам, пожалуйста, выпендривались или вы еживались, поэтому еще неизвестно что, если вы найдете водитель со стажем, вы не поймете, какой он, пока вы не пустите, и посмотрите, как он себя ведет. Вот поэтому, ребята, это бизнес, я говорю, бизнес, в котором мой муж просто варился, и я прошла, я с ним прошла эти тернии, прохожу, я знаю, просто все это, как это работает, это очень сложный бизнес. Да, проще всего, я вам хочу сказать, сесть за баранку и крутить, ну, как проще всего, но если вы хотите покупать свой трак, имейте в виду, если вы купите подержанный трак, а новый трак стоит 160 тысяч долларов, как наш, и то ему было, сколько там, 7 месяцев или 6, понимаете, он уже был, как бы, не с нуля, а новый стоил бы еще дороже, вот, поэтому, естественно, за налик вы же не купите, вы будете выплачивать за него, поэтому многие ребята, говорят, куплю подержанный, так, ребята, вы не будете вылезать из-за ремонтов, а если трак встал на прикол, вам нужно иметь баблосики, которые ты моментально отдашь за ремонт, кто будет его оттаскивать, оттранспортировать, это бешеные расходы, поэтому, you have to think twice, подумайте дважды, дважды, или вы должны иметь хорошие, хорошие бабки на банковском счету, которые вы будете выкладывать за ремонт, и вы будете знать, что это не единственный ваш доход, если что-то случится, вам будет, откуда брать деньги, вот такой мой спич сегодня, надеюсь, это видео было кому-то полезно, задавайте вопросы, ребят, очень сложный бизнес, доходный, но пока ты не найдешь правильного водителя, пока ты не найдешь компания, которая будет тебя не обманывать и платить тебе нормально, ой, ребята, это очень-очень сложно, я говорю, что у меня муж просто, просто, и я тоже, я потеряла все волосы, по-моему, на этом стрессе, но сейчас, слава богу, трак наш ездит через компанию, в которой диспетчером работает мой муж, и спустя только через полтора года, после того, как мы купили трак, мы нашли компанию, в которой вроде бы все работает без геморроя, вот, ребят, поэтому бизнес доходный, и то, что, слава тебе, господи, мой муж успокоился, как сегодня, он говорит, я знаю, что случилось с траком, нам нужно приготовиться платить 3000 долларов за ремонт, я говорю, ну вот, приехали, вот, но потом оказалось, что не 3, а 2 с чем-то, и это может подождать 2 месяца, слава богу, как говорится, не попали, уже нажили, да, вот, ребят, спасибо, значит, что вы меня слушали, если есть какие вопросы, обращайтесь, но это не значит, что я вас отговариваю иметь трак, абсолютно нет, но вы должны быть готовы к колоссальным расходам, и знать, что в любой момент, может что-то случиться, и вы должны быть к этому готовы, и иметь еще какой-то источник дохода, если трак встал на прикол, его ремонтир, еще может быть такое, что нет деталей, что деталей нужно подождать, и дохода все, нету, понимаете, в чем дело, вот такая вот история, вот, ребят, ну что, давайте прогуляемся, посмотрим, что вокруг, спасибо, что слушали меня, спасибо, что слушали это, смотрели это видео, не забывайте ставить лайки, пишите, если у кого-то есть такие вопросы, и увидимся с вами завтра, с вами была Катя Кларк, из такого рая, пока-пока,